Как понять, что ты на правильном пути к успеху? Это очень важный вопрос, потому что в нем лучше не ошибаться. Как вы знаете, можно долго взбираться в гору и потом обнаружить, что это не моя гора. Поэтому лучше сразу определить эти четкие критерии, по которым мы можем понять, это наш путь к успеху или мы в чем-то ошиблись. Успех должен вызывать большее чувство счастья, радости, вдохновения, энтузиазма. Поэтому нужно быть очень чувствительным к себе. Если я движусь к какой-то цели, и само чувство движения, сама эта цель меня вдохновляет, я чувствую радость. Вот это что-то настоящее. Еще один очень важный момент – это сам процесс, деятельность, работа, усилие. Если это мое дело, то мне нравится сама деятельность как таковая, даже еще без достижения цели. И так, обратите внимание, успех должен быть в настоящем, а не в будущем. Я уже счастлив должен быть сейчас. Я уже сейчас должен быть вдохновлен от того, чем я занят. И так, чтобы настоящий успех пришел в жизнь, нужно найти свое дело. Нужно найти свои ценности, которые я хочу реализовать. Нужно найти свое вдохновение. Ну а дальше, конечно, усилие, терпение, решительность, целеустремленность – конечно, все это пригодится. Почему? Потому что успех – это динамичное состояние. И каждый из нас с вами, он имеет определенную жизненную энергию. Она нам отдается для этого, чтобы мы ее тратили. Например, смотрите, интересный медицинский факт. Медики говорят, что нужно есть каждые 4 часа. Иногда даже говорят, что каждые 2 часа. Ну, понемножку. Не то, что там обедать каждые 2 часа. Нет. Почему? Вырабатывается желудочный сок. И если человек, он не ест каждые 4 часа, этот желудочный сок, он начинает сжигать сам желудок. Поэтому что-то нужно себе закинуть вовнутрь. Смотрите, нам дается сила переваривания пищи. И поэтому желудок должен действовать. Если мы его не кормим, он простаивает, он начинает сжигать самого себя. Так можно заработать язву желудка, кстати. Точно так же в жизни нам дается жизненная энергия. Нужно быть динамичным. Нужно быть активным. Нужно не быть дохлой рыбой, которая плывет по течению. Нужно ставить перед собой какие-то цели и решительно к ним идти. Итак, второе, о чем я говорю. Первое, не забывайте. Личное вдохновение. Это мой путь. Я счастлив просто от того, чем я занимаюсь. И далее усилия, активность, движение. Даже если мы будем ошибаться по ходу, не так важно. Путь скорректирует. Например, смотрите, интересный какой образ. Чтобы научиться кататься на двухколесном велосипеде, придется много раз упасть влево и вправо. Но сами эти падения – это часть успеха. Это часть нашего опыта, как мы учимся кататься на двухколесном велосипеде. Поэтому не бойтесь ошибаться, не бойтесь поражений. Извлекайте опыт и двигайтесь вперед к своей мечте, к своим настоящим целям, к реализации своего призвания и предназначения. Вот это путь к успеху. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!